Новый проект назвали «Смарт-леопард». Он реализован в рамках президентского гранта. В Сочинском нацпарке особи переднеазиатского леопарда готовят к жизни в дикой природе. Из-за особого режима увидеть животных практически невозможно. На помощь пришли цифровые технологии. На первом этапе проекта в вольерах установили 46 камер. Вторым этапом стал запуск информационного портала smartleopard.ru, где организована онлайн-трансляция. Наблюдение за леопардами необходимо в первую очередь для научного анализа. Ученые смогут узнать, как хищники ведут себя во время кормления, охоты, игр, как реагируют на человека, своих сородичей и других животных, какие повседневные привычки и повадки отличают одного леопарда от другого. Благодаря этой информации специалисты смогут разработать оптимальные схемы подготовки котят к выпуску, а значит, увеличить шанс на сохранение исчезающего вида. Сейчас в лесах живут четыре выпущенных храней леопарда. Сегодня мы снова готовим к выпуску еще три леопарда. Их будет уже семь. И большая задача, конечно, чего мы очень все ждем, когда уже они смогут создать крепкую семью леопарду и все-таки потомство воспроизнести на воле, а не под присмотром человека. Вот это будет настоящая победа такая. Когда мы поймем, что они смогли выходить потомство в некой природе, тогда проект будет удавшимся на сто процентов. Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется с 2007 года. Это единственная в России программа, направленная на восстановление вида, полностью исчезнувшего в дикой природе.